Приветствую всех, кто настроился на волну круглосуточного канала ПС. С вами Артемий Заварзин и в эфир вернулась после двухмесячного перерыва еженедельная информационная программа «Городские подробности. Рассказ о событиях поморской столицы и людях, которые достойны внимания». И, конечно, в преддверии 70-летия победы над фашистской Германией главными героями новостных программ становятся ветераны Великой Отечественной войны. Старт мероприятиям, посвященным победе и поколению победителей, 20 февраля отдал президент России Владимир Путин. А уже 23 февраля, в День защитника Отечества, в Архангельске состоялось знаковое событие. Юбилейные медали в честь 70-летия победы были вручены архангельским ветеранам на церемонии закрытия фестиваля «Помним, гордимся, верим». Президентские награды вручил мэр Архангельска Виктор Павленко. Василий Гонзя войну встретил курсантом авиационного училища. Юному летчику-истребителю выпало увидеть с небес одной из самых страшных баталий Великой Отечественной – Курскую битву. Но все же не боевые вылеты, а счастливый день победы 45-го. Он вспоминает с особым чувством и юмором. Нам сообщили, что война кончилась. За оружие, во двор и расстреляли все патроны, которые у нас были. Конечно, кричали «Ура! Ура!» и прочее-прочее, победа за нами. И когда все патроны кончились, успокоились, победа за нами и пошли на завтрак. 13 участников Великой Отечественной войны стали первыми, кому вручили юбилейные медали. Интересно, что впервые в соответствии со специальным положением удостоверение к президентским медалям подписывают главы муниципальных образований. Летчики, артиллеристы, танкисты, пехотинцы, моряки – вот они, люди, день за днем приближавшие победу. Среди награжденных – единственная женщина. В начале войны Таисия Иванова училась на сварщика, а потом 19-летняя девушка стала матросом. Видоколы, на которых она служила, провожали союзные рейсы до Архангельска и Мурманска. Самое страшное – ночные налеты юнкерсов. Это страшно вообще. Как караваны-то идут со всех сторон, а наши не успевают никуда. Ужас. Ужас военных дней, помнит и Юрий Будиев. Он видел, как вечером 24 августа 1941 года начался первый авианалет на Архангельске. Я помню, кричали, что когда самолеты шли на бомбежку, мы все кричали – это наши, это наши. А когда начали бросать уже черные предметы и начали взрывы, тогда мы поняли, что это действительно война. На торжественном вечере городоначальник заверил ветеранов – в городе воинской славы Архангельске будут и впредь чтить историю и правду о войне. И фестиваль «Полным гордимся верем» – верное тому доказательство. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что на прочном фундаменте патриотизма можно построить великую и сильную Россию. И думаю, что сегодняшний фестиваль в пятый раз проходит в городе Архангельске, в городе воинской славы, является тем кирпичиком, которым мы будем вместе с молодежью строить великую Россию. Это они сбивали фашистские самолеты и топили корабли врага. Это они поднимались, валеющие от взрывов неба. Это они, не раздумывая, шли в атаку. Ветераны, победители, герои – люди, подарившие нам жизнь. Ветеранов Великой Отечественной войны в Архангельске больше четырех тысяч, и каждому особое внимание. Тем, кто по состоянию здоровья не может посетить праздничные церемонии, представители окружных администраций вручают медали на дому. Остальные фронтовики и труженики тыла становятся главными героями торжественных мероприятий. Одно из таких прошло в мэрии Архангельска. О судьбах тех, кто приближал победный май – Елена Матвеева. Он добровольцем ушел на фронт в 17 лет, в 41-м. Владимир Аль-Мухаммед воевал в тылу врага. В начале войны командованию Красной Армии особенно важно было понимать, какими силами обладает противник. В тыл приходилось ходить, ближний, неглубокий тыл. Разведка в то время была самая главная задача – оценить противника. Что собой представляет, сколько их там есть, какая оборона. В ремонтной мастерской, работающей на нужды Карельского фронта, трудилась во время войны Лидия Портова. Бомбежки, выгоревшие дотла деревни и повсюду страшное объявление – не ходить, мины. Вот ее воспоминания о Великой Отечественной. Все разрушено, одни трубы церчали. Я вот запомнила, это сосновес, медвежегорши, одни трубы. Все, все было сожжено. Среди тех, кто сегодня из рук мэра Виктора Павленко получил памятную юбилейную медаль – почетный гражданин Архангельска Геннадий Попов. Ему суждено было стать вестником Победы. В 45-м он работал телеграфистом на железнодорожной станции в 200 километрах от Ленинграда. И одним из первых узнал о капитуляции Германии. В ночь на 9 мая была его смена. Нам передали, что капитуляция уже подписана. Еще никто не знал, в стране не было объявлений. Я тогда позвонил начальнику станции, дежурному, другим работникам. Так вы знаете, что тут началось. Коммутатор раскалился буквально. Медаль «70 лет победы» в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов была учреждена указом президента России Владимира Путина. Это символ памяти и преклонения перед великим подвигом ветеранов. Я очень рад, что среди присутствующих я практически всех знаю лично. И я этим горд, что мне выпала такая большая честь быть мэром города воинской славы, который был присвоен благодаря вам. Это ваша награда, это ваша заслуга, это высочайшая оценка руководства страны президента Российской Федерации, ваших заслуг, в уклад города Архангельска. И вдвойне приятно выполнить поручения президента Российской Федерации и вручить вам юбилейные медали «70-летие Великой Победы». Скажу еще очень благодарен за ту огромнейшую работу, которую вы ведете среди молодежи. Вот здесь не случайно сидят наши кадеты. И, конечно, это очень важно. Важно, чтобы вы этот огромнейший опыт передали нашему подрастающему поколению. Вот эту силу духа, силу воли, огромнейшая любовь отечества. И вы действительно, я уже не раз говорил, и, наверное, тут уместно повториться, что вы действительно золотой запас не просто нашего замечательного города, но всей России. А после вручения медалей, как и положено, по-армейски ветераны подняли фронтовые «100 грамм» за тех, кто не вернулся с войны, за счастье мирной жизни. Труженицы тыла – настоящие героини Великой Отечественной войны. Их чествовали в Архангельском городском культурном центре на концерте, устроенном в честь праздника весны. С некоторыми представительницами поколения победителей познакомилась Мария Воробьева. Война прошла по судьбе каждой из этих женщин. В этот вечер они – труженицы тыла, главные гости праздничного концерта. Юбилейные медали «70 лет Великой Отечественной войны» архангелогородкам вручил мэр Архангельска Виктор Павленко. Я, честно говоря, всегда, когда поздравляю женщин-ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла, испытываю двойной трепет, потому что они наравне с мужчинами воевали, наравне с мужчинами, а иногда и больше мужчин трудились в тылу, при этом были матерями, сёстрами, при этом воспитали замечательных детей, это уникальные женщины. Желаю им, всем вам присутствующим в зале, всем женщинам города Архангельска, добра, здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над нашей Россией. Война ворвалась в жизнь Зинаида Мобровой, когда ей было 9 лет. Отца, как и других мужчин, забрали на фронт, поэтому всю работу в колхозе пришлось выполнять женщинам. И отставала от них и маленькая Зина. Ездили мы на лошадях, много поля оборонили, сено возили, на молотилках, когда убирали хлеба, снопы подвозили. Потом, когда сев начинался, возили мы зерно на поля, на телеге. Хлеба у нас не было, но были свои огороды. В 42-м году с больной матерью на руках была эвакуирована из голодного Архангельска в Плесецкий район и Лидия Кунанцева. 12-летняя девочка Лида помогала взрослым сплавлять лес. Сейчас друженице тыла 88 лет. Мы выжили, мне кажется, только благодаря подножию корму. Вот, допустим, лен вот этот его колотят, и еще что-то там остается, и скиргует его. И мы его фактически воровали, и еще дома переколачивали, и что-то приклили пешки. Музыкальным подарком женщинам стал концерт народного артиста Республики Коми Дамира Басырова с особенным настроением. Виновницы торжества слушали песню про Архангельск, получивший звание города воинской славы, в том числе и благодаря самоотверженному труду северянок. ПЕСНЯ История людей, через судьбы которых прошла война, это и наша с вами история. На своих плечах ветераны вынесли все ужасы и тяготы Великой Отечественной. Бедствовали, голодали, но не сдавались. Ради нас. Великой Победе скоро исполнится 70 лет, но этот подвиг никогда не будет иметь срока давности. А юбилейные медали всегда будут не просто наградой, а символом непрерывной связи между поколениями. На этом я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Мы встретимся в это же время и подведем итоги минувших 7 дней. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин